Друзья, ну что, всем снова привет! Мы находимся просто в Мекке путешественников, любителей активного образа жизни в представительстве компании Toyota и вокруг. Ну, помимо, конечно, легковых экземпляров, очень много настоящих внедорожников. И один из таких настоящих внедорожников сегодня мы забираем для нашей азиатской экспедиции. Сегодня, наконец-то, теплый солнечный день. Вы уже все успели соскучиться по теплым экспедициям, потому что практически одни арктические экспедиции, холод, зима, и вы все просили, Богдан, сделай, наконец-таки, теплую какую-то поездку в теплые страны. Вот я делаю. Через две недели мы отправляемся в Азию, через шесть стран. В этот раз будет гораздо интереснее, в этот раз будем снимать то, что вы просили. То есть мы сделали работу над нашими комментариями, над всеми вопросами. В этот раз будем снимать больше интересного для вас. Поэтому сейчас забираем нашего крузака и готовимся к азиатскому путешествию. Вот этот, да, будет? Ну, в Азии как раз, вах, это очень хорошо. Пять влажать чуть-чуть. Да, да, да. Это, получается, какого она года? Этот уже еще 15-го года. Он как раз из первых высоток, которые мы там пришли. Который участвовал как раз в запуске на Урале. Ага. Ну, это такой же, там серия очень похожая из тех, на которых мы в Арктику ездили. Только тот был у вас в Азии 524, а это 524. Да, да, да. То есть, как, знаешь, прям последующий. Так, здесь, соответственно, сразу набор фильтра. Да, салонник воздушный, масляный. Во всяком случае, сажают влажные, потому что салонник. В прошлый раз у нас, кстати, лежали в багажничке охрененные флисовые перчатки Тойота. Это было зима. В которых я варчу, да. Это был подгончик. Сразу по набору для каждого трубка. Все, окей. Ну, я думаю, нет, можно забирать. Нас не поймут в Азии. Ну, все, Дим, спасибо. Да, Богдан. Успехов. В следующем экспедиции. На связи. Все, погнали. Как я соскучился, а, по ленд-крузеру. А то все вольво да вольво, вольво да вольво. И жена ругается, что я на ее машине езжу. А тут, наконец-то, опять нормальная машина для мужика. Ну, что, погнали? Всем привет. В общем, мы собрались. Сборы были очень долгие. Сейчас мы находимся в Ярославле. Приехал уже Антоха. Антоха. Вон наш крузак. Мы подготовили, все закупили. Владюша сегодня у нас красивая. И Влада, кстати, не едет. Остается первый раз за всю историю всех наших путешествий. Я еду без своей любимой и жены. Ну, ладно, что. Потому что дочь еще маленькая. Да, у нас скоро будет пополнение в семье. Поэтому мы как бы так вот приняли такое решение. Но. У меня миссия важнее в два раза. А то и в три. Ладно, сейчас мы идем немножко посидеть с друзьями. Поужинать в нашем любимом заведении. И завтра с утра стартуем в Азию. Погнали. Доброе утро. Я покажу вам, как проходит первый день экспедиции. А вот он, как проходит наш первый день экспедиции. Всем доброе утро. А что сразу таки оживились? Сегодня, потому что я календарь перевернусь снова 3 сентября. Первый день экспедиции. Я чищу компьютер. Я тискаю кошку. И собираюсь идти чистить зубы. Но пока нужно почистить. Расчистенное царство. Смотрите, что я сделаю. Здесь отходят жесткие диски. Для того, чтобы кошка его не сбила. И нутелла, и сгущенка мне помогла его огородить. Здесь тоже отходит жесткий диск. Он подложил сюда. Вот, короче, это база. Я сейчас сделаю очень важные вещи, чтобы побыстрее уже уехать. Но пока еще все сбрасываем. Мне еще нужно синхронизировать телефон. Носим вещи. Носим все баловы. Чуть-чуть до старта уже осталось. Шивой, что скажешь? Главное не гонять и звонить мне. Все, потяните, не ездим. Я вас сочетаю. Так ты... Он в камеру. На камеру. Давай. Не бегу. Давай. Ну что, стартануешь? Все, поехали. У нас, кстати, немножко подымывает... Бокс. Бокс, да. И даже не знаю, что с этим делать. Но я думаю, что что-то придумаем. Пока едем так. От дакомпанемента и свистящего бокса. Здорово, старичек. Ты прям с кружкой крутой. Ноха, да, аккуратно. Загружаемся, да? Да. Друзья, всем привет. Вы находитесь по-прежнему на канале про путешествия. Меня зовут Богдан. Это мой друг Антон. Он у нас отвечает за фото и видео в нашем проекте. Это мой друг Влад. Наш бессмертный оператор... Бессменный. Хотя, наверное, и бессмертный тоже. Он отвечает за видео. И как и в экспедиции «Полюс холода», мы будем снимать более качественное видео. Я отвечаю за то, что буду рассказывать, где мы находимся. И за вот такую съемку при помощи этой экшн-камеры. Влад покажет вам, как выглядит наша новая экшн-камера. Кстати, эта экшн-камера называется Sony X. Sony X3000. Поэтому зацените, как снимает она. Потому что прошлые видео были сняты на GoPro 3 Plus Black Edition. Мы выехали из Ярославля. Выехали мы поздно. На часах у нас 5 вечера. И держим путь через Иваново, Нижний Новгород, Казань, Уфу и Челябинск в Красноярск. Ехать нам 4000 километров. Едем не спеша под подсвистывание и аккомпанемент наверху бокса. Можно послушать, как он шумит. Духовой оркестр. Вот примерно вот такой вот оркестр мы и едем. Сейчас его не очень нам хочется поправлять. На первой стоянке, вернее на первой ночевке мы обязательно его поправим. Так просто дольше нельзя дальше ехать. Все, едем дальше. Вам хорошего просмотра, а нам хорошего пути. Погнали. В общем, не доезжая до Нижнего Новгорода, увидели вот такое красивое поле. И приняли решение остановиться и разбить палатку прямо где-то здесь, вот чуть дальше поле. Поэтому сейчас поедем поищем место. Это какой-то заказник. Я надеюсь, нас отсюда не выгонят и не влекат штраф. В общем, будем ночевать вот в такой красоте. Так, ну что, на поле ночевать не получится, потому что очень острые вот эти вот срезанные корни или что, остатки от стеблей. Да, вот присаживалась, смотри. Что там? Ну, присаживалась. В смысле? Знаете, на полях здесь были, стебли здесь как бы... Ага, да, я понял, да. Эти марсиане. Там есть кукурузное поле, поэтому можно на самом деле побегать, как в страшных фильмах по кукурузе. Короче, все, решено. Едем сейчас туда в ту сторону, там, по-моему, машина уже едет и у нас... Вот, либо там... Короче, поедем, посмотрим, что там. Мне кажется, что там речка. Сейчас загуглим по карте, посмотрим. И там то ли лошади, то ли там... В общем, тут есть. Сейчас глянем по карте. Друзья, напомню, что сегодня в день старта на дворе 3 сентября, и поэтому трек Михаила Шуфутинского, к сожалению, не про 3 сентября, но не мог не звучать в сегодняшний день в нашем плейлисте. Доехали мы, в общем, до небольшого городка Кстова в Нижегородской области. И на сегодня первый день нашего путешествия уже закончен. Вот так вот путешествуют китайцы. Хочу сказать, что со следующего года я уже планирую, наконец-то, приобрести кемпер. Потому что, если вы заметили, у нас намечается пополнение, и путешествия должны стать более комфортными. Ну, а я хочу брать не автодом, а уже прицепной прицеп. Хотя такое решение тоже очень даже ничего. Ну что, так как? Замечательно. Первый день прошел. Даже не устал. Да, в общем, вот примерно такой номер. Сейчас покажу, какой номер. Четырехместный номер. Две тысячи с копейками рублей. Поэтому... Поэтому вот... Да. Все. Наш день на сегодня подошел к концу. Умываемся. Пожрем сейчас винограда, которого купили еще в Ярославле. Может, там что-то обработаем фоточки, которых не сфотографировали. И ложимся спать. Две уже есть. Две уже точно есть. Всем доброе утро. Сегодня второй день нашего замечательного путешествия. Мы собирались... Нет, напомню, что мы по-прежнему находимся в этой замечательной гостинице. Кстати, спали очень хорошо. Все выспались. Тож, как тебе? Как убитый. Как убитый, да. Влад тоже сегодня храпел, как убитый. Да, хотя не убивался. Да, тоже это, кстати. Прошу всех заметить. В общем, с утра что-то кушать здесь и завтракать нам не захотелось. Не очень вызывало доверение кухня. Мы думали сначала приготовить себе кашу. Но потом решили обломаться вот таким вот вкуснейшим пюре фруктоняня. Кстати, в дорогу очень рекомендую всем. Быстро, вкусно и, главное, сытно. У нас сейчас впереди Казань. В Казани должны купить пушку, микрофон Владу на камеру. Для того, чтобы снимать хорошо на улице. Как всегда, вы просили, чтобы не было шума от ветра. Вот для вас делаем это. И в Уфе мы планируем встретиться с ребятами. И подписчики, и блогеры. Напомню, что за эту гостиницу мы отдали чуть больше 2000 рублей. И, в принципе, это того стоило. Если посчитать, что здесь 4 кровати, то это 500 рублей из человека. Это очень дешево и комфортнее, чем спать там в машине или в палатке. Вот. Все, двигаемся дальше. Впереди у нас Казань. И едем дальше на восток. Погнали. Вот примерно так вот выглядит все это место. Кстати, еще раз скажу, что очень даже ничего. И когда вы выбираете с дороги какой-то мотельчик, то обязательно смотрите, чтобы у него была большая территория. И самое главное, чтобы территория была охраняемая. То есть закрытая и желательно с видеонаблюдения. Потому что вчера, когда мы ставили машину, ребята нам сказали переставить именно под камеру. Для того, чтобы было видно. Чтобы никто не смог тиснуть у нас вещи. Сделаю доброе дело оператору. Вот так выглядит оператор. Когда снимает, да, чисто дали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, где-то мы уже находимся в Чебоксарах, республика Чувашия. Land Cruiser. Toyota. Все, будем отдыхать как пацаны хули. Дальше первый, второй дворец. А что на первой есть? Санян скажет, что он не гороху, он не видит. Я выбрал лагмен, потому что это субтитры. Дальше. Короче, остановились в Кафули. Набрали вот такой еды. Лагмен как-то очень странненько пахнет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И где-то там недалеко, а можно же прямо в Уфе заночуем Как вы думаете, что они там делают? Они снимают нарезочку, которую вы увидите прямо сейчас Субтитры делал DimaTorzok с ними я еду но чё делать толкаемся уже минут 20-30 ремонт дорог между уфой и казани год назад мы здесь же из-за этого тоже потеряли часа 2 когда ставили рекорд из лиссабона в магадан ну да они делают новую ветку а это просто перекрылись едут по одной суходрочка так ну что едем дальше проезжаем река вятка река стиральная машинка известная в простонародье у меня когда-то такая была полуавтомат или автомата нам в общем что-то это как-то едется так себе хочется постоянно кушать это нормально первые три дня в дороге всегда нечем себя занять и хочется жрать с тем учетом что у нас сейчас перегон и мы просто реально тупо практически пили по прямой из ярославля до красноярска не очень интересно а вот дальше я надеюсь что будет уже повеселение готов может веселиться будет дожрать все равно будешь так ну что погода начинает портится в чите по новостям передали какой-то циклон нам уже отзвонились родители сказали детишечки и родненькие вы куда же ж пусть держит ненасть это и нас ты вот такая вот погода у нас пришлось мы отъехали совсем немножко от чебоксар да у нас что-то там давай указать посмотрим до ухо и тренируйте чем между ухо и набережными челнами примерно где-то нас застал первый в этой экспедиции как раз а а а а а а а а Перебивочка. А что еще говорить? Нормально? Нормально. Замешайте скорость. Балимся. Балимся. Нормально. Вот такая погодка. Проехали фронт. Дождевой. Но все равно все серое и печально. И хочется жрать. Посмотрите какие красивые. Блин красота. Ребята. Красота. Вот такая вот красота. Поэтому хватит сидеть дома. Если у вас есть возможность, вылазите из этих каменных джунглей и путешествуйте как можно больше. Вокруг столько всего интересного. Итак, езжаем в Башкирию. Башкортостан. Чтобы на меня не обиделись уфинцы. Я люблю называть там Башкирия или Киргизия. А теперь я понимаю, что правильно надо говорить Башкортостан или Кыргызстан. Поэтому, друзья, не обижайтесь. Я и так сказал, и так сказал. Друзья, всем добрый вечер. У нас продолжается наше путешествие. Мы добрались до города Уфа. Второй день нашего путешествия. И мы были, что это торговый центр или что-то. Я и так и напрашивается, что-то туда еще добавить. В общем, мы в Уфе. Сегодня планировали встречу с ребятами, с подписчиками и просто там со знакомыми. Но я думаю, что навряд ли мы это сделаем. Потому что времени здесь уже 11 часов вечера. В Москве 9. Да. Поэтому сейчас едем чуть дальше от Уфы. Для того, чтобы завтра доехать все-таки до Челябинска пораньше. Вот примерно вот такое вот раскладище. Только что чуть навстречу не выехали. Какое-то странное одностороннее движение. Машина сзади подумала, что так и должно быть. Вот что авторитет Land Cruiser делает. Субтитры делал DimaTorzok